Здравствуйте, дорогие друзья! До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Вот сейчас вы, я имею в виду те, кому за 50, вероятно, режете оливье, заворачиваете подарки и готовитесь смотреть «Иронию судьбы». Ну а вы, кто помоложе, собрались в своей компании? Или злобно из угла поглядываете на предков, размышляя, когда, наконец, будет удобно сбежать? Ну, неважно. Скоро на всех телеэкранах страны мы увидим традиционное обращение президента с поздравлениями. Эту формальную речь обычно никто не слушает, потому что все стараются успеть открыть шампанское, что, в общем-то, правильно. Но все же это ежегодное выступление человека, который сосредоточил в своих руках абсолютную, почти самодержавную власть. Поэтому я посмотрел путинские новогодние обращения за последние пять лет и прикинул, что нас может ждать в этом году. Как говорится, не благодарите. Ну, как обычно, уходящий год был непростым. Вот тут интересно обратить внимание, что еще в 2012 году год был просто важным. Мы провожаем в историю 2012 год. Для нашей страны он был важным. А вот в 2013-м все уже было сложнее. В минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний. Да так потом и осталось. 2016-й год уходит. Он был непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Эта тема сложностей в новогоднем послании Путина все нарастает и, наверное, получит свое развитие в этом году. Во всяком случае, мы, смотря на этот год, это бы развитие ему предложили продолжить. Новогоднее поздравление президента длится всего несколько минут. Поэтому большинство из вас не успевают задуматься, почему страной бессменно управляет один и тот же человек, а год от года становится все тяжелее. И нет ли связи между несменяемостью власти и нарастанием сложностей? Открою секрет. Связь прямая. Но ведь вы-то об этом и так догадывались. Посмотрите на все сложности уходящего года. Стагнации экономики, падение доходов, повышение пенсионного возраста, увеличение налогов все сами, своими ручками. Даже санкции не с неба упали. Знали ведь, на что шли. Еще, как обычно, Путин будет наверняка говорить о семейных ценностях. Конечно, сейчас каждый думает прежде всего о благополучии своей семьи. Желает здоровья и счастья своим родным. Из счастья и успеха каждого человека складывается процветание нашей России. Как-то отдает лицемерие, не находите? Вот из чего складывается процветание России? Из нищих пенсионеров? И это при таких-то доходах от дорогой нефти? Или из необходимости собирать деньги на лечение детей? По миру собирать. При том, что у президента более 20 резиденций. Да его окружение не отстает. Пенсии меньше, чем в Литве, где вообще нет природных ресурсов. Зарплаты меньше, чем в Китае, который построил свою экономику, как мы знаем, на низких затратах на труд. Ну а кто, кроме приближенных Путина, может похвастаться радикальным ростом благосостояния в уходящем году? На удивление многих, в своих посланиях Путин говорит о будущем. Мы с вами на пороге нового 2014 года. Через несколько минут мы шагнем из настоящего в будущее. Приближение этого чудесного мгновения между прошлым и будущим знакомы нам с детства. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов московского Кремля. И как никогда отчетливо слышим ход времени. Чувствуем, как приближается будущее. Это удивительно потому, что о будущем говорит человек, который всеми силами тянет страну в прошлое. В прошлое, где экономику страны определяют природные ресурсы, а не инновации. Где власть не сменяема, а спецслужбы подменяют избранных политиков. Где все еще идет холодная война. А распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа, через четверть века мешающая нормально жить. Напомню, Германия в 70-е уже оправилась, потеряв гораздо больше. Путин продолжает жить в прошлом и упорно тащит туда всю страну, лишая нас всех будущего. В его мире главное – это сила, это оружие, но не знание и не технологии. Важнейшие для него события происходят не в России, а на дальних подступах, где наши солдаты на самом деле погибают во имя каких-то никому неизвестных целей. А сегодня особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах. Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России. России нужна безопасность. Но безопасность в 21 веке обеспечивается не оружием, ну или не только оружием, а размером и технологичностью экономики, скоростью развития, отношением к людям. В этом смысле, пока новогоднее обращение записывает Путин, единственный шанс у нашей страны. Что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. На чудо, конечно, надейтесь, но надежнее своими руками и головами. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. И вы, дорогие друзья, прекрасно понимаете, какие перемены имеются в виду. Желаю вам в наступающем новом году, чтобы эти перемены, если уже не наступили, то, по крайней мере, стали намного ближе. С праздником! С новым 2019 годом! Продолжение следует... Продолжение следует...